Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! Будем начинать наше служение и, как обычно, начинаем. Мы обратимся к Господу, помолимся благодарностью, что Ты продлил время благодати и милости над землей. Господи, мы благодарим Тебя, что мы могли все прийти в Твой дом, и Ты знаешь, что сегодня у нас особенное служение. Мы хотим вспомнить Твои страдания. Мы хотим, Господи, побыть там на Голгофе, еще раз увидеть, какой дорогой ценой мы достались Тебе. И мы очень просим, Иисус, Ты сам, Духом Святым, посети это служение, благослови нас, приготовь наши сердца, соделай их доброй почвой к принятию всего того, что Ты приготовил сегодня для нас. Господи, мы молим и просим Твоего благословения на хор поющий, на всю программу, которая будет. Мы молим и просим Тебя, чтобы Ты благословил проповеди, которые будут звучать, чтобы они были сказаны в силе Твоего Святого Духа. Управь всем этим служением и, Господи, сам поведи. Мы хотим в особой мере просить Тебя за наших друзей, которые еще не примирились с Тобой. Говори и к их сердцам, помоги, чтобы они тоже могли увидеть Твою любовь, Тебя распятого там на кресте, чтобы и они могли открыть сердца свои для Тебя и прославить имя Твое Святое. Прибудь с нами в этом служении, чудный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы споемся вместе. Бог мой, храни меня. Бог мой, храни. Отец, Сын и Святой Дух. Бог мой, храни. Пусть он поднялся. Пусть он поднялся. Бог мой, храни меня. Бог мой, храни. ПЕСНЯ 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 Удали, Господь, при душе моей ногах. Удали, Господь, все плохое, что по мне живет. Сделай жизнь мою святой, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб внутри излечит Господь. Всю пустоту, что грех несет, ничтожества и стыд. Своим богатством обнови, пусть не любит обнови. Сделай во мне святой, прозрачной воздуха. А ты не родит вечному предотвижать. Удали, Господь, при душе моей ногах. Удали, Господь, все плохое, что по мне живет. Сделай жизнь мою святой, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб внутри излечит Господь. Рады сердца, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб был я счастлив и с тобой. Рады сердца, чтоб тут, излечит Господь. Субтитры подогнали Симон. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я желаю сегодня всех поздравить с наступившим Новым Годом и также с вечерей Господней, когда мы будем сегодня в Новом Году в первый раз вспоминать его голгофские страдания, его ломимое тело и пролитую кровь за грехи наши. Псалмопевец Давид в 70-м псалме 16-м псифовом записал такие слова. «Войду в размышления о силах Господа Бога» и вопрос задаем «А сколько сил у Бога?» И ответ можно дать «много», но одну из них сегодня мы и порассуждаем, это о силе крови нашего Господа Иисуса Христа. Я прочитаю место, записанное первое послание Петра, первая глава, 16-го стиха. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы бы имели веру и упование на Бога». Здесь апостол Петр показывает нам о том, что мы должны быть святы, потому что свят наш Господь. И Он говорит нам о том, что сегодня и сейчас действует Его святая крова, пролитая на Голгофе. И Он говорит нам, что мы искуплены не драгоценностью, не серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, закланного еще прежде создания мира. А что Он закланный прежде создания мира, это говорит о том, что еще не было ничего сотворенного, а уже в Божьем плане было предвидение Божие о том, если будет падение человечества, то как спасти его. И вот в послании к евреям записаны такие слова. Девятая глава с первого стиха. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. Во второй же заветой была скиния, называемая святое святых, имеющая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл аароном рассветший и скрыжали завета. А над ним херувимы славы, осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входит священник совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Всем Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, которое приносящее дары и жертвы, не могущее сделать совести совершенным приносящего, и которое с явствами и питиями, и различными омывениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей и скиниющей, не рукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освящение и приобрел вечное спасение. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел петелицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне пачек кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочно Богу, очистит советь нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному. Вот эти слова напоминают нам о том, что в Ветхом Завете было устроено скиния, было святое место, где проводилось богослужение, где священники делали это постоянно, а второе место, где была завеса, и за завесой было скиния, был разведший аронов скрижаль, были жезл аронов разведший и скрижаль Завета. И вот в это святое святых мог входить первосвященник только однажды в год, и то не без крови. Это говорит о том, что в это святое святых мог входить только первосвященник и никто другой. И он приносил молитвы и моления за грехи себя самого и за грехи всего народа, что они были сделаны в неведении. И вот такое устройство, оно не могло простить человека и освободить его от греховного состояния. Оно только лишь кровь этих козлов и тельцов напоминало о грехах, что есть грех, и не могло очищать и омывать. Но кровь Иисуса Христа, которую Он принес однажды, то написано здесь, «То коль ми кара пачек кровь Христа, который Духом Святым принесся непорочному Богу, очистит совесть нашу от порочной совести». Это говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это значит, что сила в крови нашего Господа, сила в том прощении, что Иисус Христос, однажды, придя в этот мир, родился, подчинился закону, оставил престол неба, смирился, подчинился и совершил дело спасения. И на Голгофе, вися на кресте, Он сказал эти слова, «Совершилось!» Совершилось то, для чего Он пришел. И что в это время произошло? Завеса в храме разодралась сверху донизу. Это значит, что теперь доступ святой и святых можно всегда обратиться к Богу, и Он свободен. Если раньше, в первосвящении только один раз в год, и то не без крови, мог войти туда, то сейчас мы имеем доступ к нашему Господу в любое время и на всяком месте через молитву. И первое, что мы должны, если еще и мы не примирились с Богом, это обратиться к Богу в молитве покаяния, и тогда только мы можем постоянно обращаться к Богу живому и крепкому, к тому Богу, который совершил это дело спасения. И та кровь, которая говорит, лучше, нежели Авелева. Если Авель пострадал, и один из первых, можно сказать, мучеников, который пролил кровь на этой земле от брата своего, и эта кровь говорила, написано, «Голос крови вопиет ко мне от земли, что ты сделал». А сегодня кровь Иисуса Христа лучше говорящая. Она говорит о том, что произошло искупление всего рода человеческого. Она говорит о том, что всякий, кто может обратиться к Нему, получит прощение грехов и дар Божий, жизнь вечную во Христе Иисусе, потому что эта кровь, она очищает от всякого греха. Апостол Иоанн в своем послании, первая глава, седьмой стих, говорится так, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманывая их самих семя, и истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот о чем говорит Писание, вот говорит о чем Дух Святой через своих рабов, пророков, которые возвещали нам эту истину и напоминают нам сегодня, что кровь Иисуса Христа, она сильна и сегодня, омывать и прощать грехи. В свое время, когда Давид согрешил, то он под последствием молился и просил Бога о том, чтобы Господь омыл и очистил его. И он говорит, «Омой меня, и буду белее снега». Это говорит о том, что именно он просил у Бога прощения искренно, и Бог услышал его и простил его. Так же кровь еще бывает и заступническая, особенно, когда мы вспоминаем выход израильского народа из Египта. Последний день казни над первенцами всего египетского народа, то там было указание от Бога, и Моисей передал народу, чтобы помазали косяки дверей и перекладину. И там, где кто помазал, губитель ангел не вошел туда и не было поражения, а где не было, во всем Египте был плач, потому что всякие первенец от скота до человека были поражены губителем ангелом. Поэтому Господь сегодня говорит нам, что в крови победа, в крови очищения и в крови спасения нет другой такой силы, которая могла бы омывать и очищать. В Ветхом Завете пророк Исаия говорит, он был изъязлен за грехи наши, он был мучен за беззаконие наши, и ранами его мы исцелились. И здесь мы можем задать вопрос, Исаия, ты жил до Рождества Христова 700 лет с лишним, и однако ты говоришь, ты был в прошедшем времени, а почему не в настоящем? Почему не сказать, он будет изъязлен, но он был, таким его Господь, таким ему открыл, что это заклонный агнец прежде создания мира. Это был тот агнец, который еще был положен, и которого Господь ввел во Вселенную. И там он сказал, чтобы поклониться ему всем ангелам. Но мы знаем, что нашелся тот, который не захотел поклониться Иисусу Христу, и за это был низвержен. Он сам упал и с собой увлек третью часть ангелов. И вот тот, который имел печать совершенства, который был венец красоты, который был хитрейший из всех живущих на земле, и он назван отец лжи, потому что он обманул Адама и Еву, он и сегодня обольщает народы. И вот этот печать совершенства и венец красоты, увидев Иисуса Христа, распитого в веном терце, венце, оплеванного, измученного, он не захотел ему поклоняться, потому что он действительно, как поклоняться такому, когда он печать совершенства и венец красоты. Но Бог не зверхил его за то, что он не исполнил того повеления, потому что это был заклонен агнец для всех нас, чтобы мы помнили, что Иисус Христос, пройдя на эту землю, когда исполнилась эта полнота, он пришел по воле Божией, чтобы совершить дело искупления. И это искупление совершилось, сказал на Голгофе, испустив дух, и завеса в храме разодралась, и мы имеем доступ к этой крови нашего Господа Иисуса Христа. Мы имеем доступ к самому Богу через молитву, через общение, и эту заповедь нам Господь сам оставил, когда совершал последний раз вечерю с учениками своими, и когда Он сказал, «Се есть тело мое за вас славимое, и сей есть кровь моя, за многих изливаемое во оставление грехов». Это и есть кровь нового завета. Если старый завет также был не без крови, сделанный Моисеем и окроплений скиний святой и святых и всех богословебных сосудов, то в Новом Завете кровь Иисуса Христа лучше и больше говорящая, потому что эта кровь, однажды принесенная и второй раз уже не нужно приносить, она и по сей день сильна омывать и прощать всякий грех. Поэтому сегодня мы, вспоминая его голговские страдания, будем благодарить его за этот величайший подвиг, за эту жертву, которая совершилась однажды, и других жертв уже не нужно ни приношения козлов и тельцов, ни пролития какой-то крови, но это жертва Иисуса Христа навсегда и во все века до пришествия второго Господа нашего Иисуса Христа. Поблагодарим его в этот час за эту жертву голговскую, ему да будет слава вечному Богу, отсутствованный Духу Святому. Аминь. 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 Я сердечно благодарю Тебя за милости Твои проявленные к нам, за Твою заботу, за Твою попечение, за то, чтобы сегодня собрали во имя Твое для славы Твоей, чтобы вспомнить Твои голговские страдания и поклониться Тебе, живому Богу, что Ты совершил дело спасения и прощения, и мы имеем часть с Тобою, слава Тебе, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Сыро. Холодно в темнице. Слепой от темноты и слёз. Без сна, без пищи изнурённый Христос. Синедрион доволен этим. Первосвященник был с душой вампира. Не мог он слышать о Христе и предложил. Неплохо было распять Иисуса на кресте. Так обесчестить, чтоб потомки уверились в безумии Христа. Распять Его. И этот голос звонкий чернь до Голгофы донесла. Зловещий крест над блани неба. Стоит он странен, жалок. Ведут Христа. О, как он разукрашен в гирляндах алых, плачущих цветах. Иди, Христос, на трон. Земля дарит корону из множества грехов Возложенный венец. Под тяжестью такой не устоять другому. Всё сделал Люцифер, чтоб ты был поражён. Не потому что слаб или плоти больно. Враг знал, что помощь так близка. Творец не выдержит. Произойдёт невольно огонь. Погубит тварь, как в первый мир вода. Кто он? Кто он? Несётся шёпот изумлённый. Лица в крови застывшей не узнать. Иисус Христос. Он в воскресенье из мёртвых должен человеку доказать. «Нет, это не Христос!» – воскликнула Мария. «Мне ль не узнать своё дитя?» Каштановые кудри не седые Своей рукой расчёсывала я. Лицо походку не узнала. Хитон увидели глаза, Как скошенная простонала, Упав к ногам, целуя след Христа. «Крепись, Мария, друг мой нежный, За пытки тяжкие прости. Заставь умолкнуть дух мятежный, Как мать на крест благослови». Губами собирала кровь Мария, Где след – там матери слеза. На месте том из слёз впервые Произросла плакун трава. «Что медлишь?» – подтолкнул Привратник в спину. Рука окрасилась крови, А волосы к Христа Отер с брезгливым видом И злобно плюнув на него, Сказал «Иди». Распухшая ступня болела от колоды, Раздавленной ногой не мог ступать. Тяжёлый крест давил его к дороге, Безжалостная плеть гнала Христа бежать. Устал Христос под ношей неподсильной. «Земля, сокрой меня на миг, За миг участия плодом обильно, Благословляя награжу Тебя уста. Язык Христа благодарить бы надо За принесённую на землю благодать, А вы разбили их велением ада, Заставили застыть и замолчать». Молчал Христос, когда свистели плети И рвали плоть свинцовые концы, Когда смеялись старцы, юноши и дети, И беспощадно ныли вспухшие рубцы, Когда вонзался терний чёрным ореолом, Тонул в пурпурной мантии Христос. Глашатый обливал его позором, А жалкий вид Христа смешил его до слёз. Когда всеразъярённые охотой Намеренно хлестали по груди, Разбили внутренность, как чашу, Как мог Христос на крест донесть? Судьёй на суде вам будет совесть ваша, А приговором неоправданная месть. Ад царствовал, гудя от нетерпения, Торжествовал он, веря в поражение Христа. Руководила смерть рукой творения, А дьявол снова рвался в небеса. Я снова властелин над хаосом и бездной, И миллиарды лет в моей руке. Смеяться буду Богу безвозмездно И мучить человека на земле. Прибит гвоздями по закону, Прибиты глани и ступни. Молчал Христос, не произнёс ни слова, Ни жалобы, ни мести не грозя. Сойди с креста, любимец Бога, И мы уверуем в Тебя, Но смертен Ты и не минуешь гроба, А говорил я сын Отца. О, Боже мой, куда сокрыл лицо святое? Где носится твой дух, что сына не видать? В забвении своём опять творишь благое, А я взошёл на крест, чтоб жизнь всем дать. Не боль мучения меня терзает, А равнодушие толпы людей, Что хладнокровно отвергает Жизнь вечную, предложенную ей. Мы, человек, с Тобою не видали Ни смерти, ни воскресения Христа, Но верим в то, что нам написали те, Кто когда-то стоял у креста. Благодарят Спасителя Земля и небо, Вселенная, склонись перед Христом, Он стал для жаждущим небесным хлебом, Дающим силы подниматься ввысь. Аминь. Игорь Негода Ты плачешь, Господи, Твоя слеза стекает с глаз. И за меня ты плачешь, Господи, прости меня, Своей любви, святой крови, омой меня. Я знаю, Бог мой есть любовь, Ведь не зря текла святая кровь. Я верю, ты меня прости, К вечной жизни снова возврати. Ты слышишь, Господи, Мою мольбу в тишине ночной. К тебе иду, ты видишь, Господи, Мою печаль. Мне нелегко, так далеко родной причаль. Я знаю, Бог мой есть любовь, Ведь не зря текла святая кровь. Я верю, ты меня прости, К вечной жизни снова возврати. Субтитры создавал DimaTorzok Ты плачешь, Господи, Твоя слеза стекает с глаз. Из-за меня ты плачешь, Господи, прости меня, Своей любви, святой крови, омой меня. Я знаю, Бог мой есть любовь, Ведь не зря текла святая кровь. Я верю, ты меня прости, Я верю, ты меня прости, К вечной жизни снова возврати. Я знаю, я знаю, Бог мой есть любовь, Я знаю, Бог мой есть любовь, Ведь не зря текла святая кровь. Я верю, ты меня прости, К вечной жизни снова возврати. К вечной жизни снова возврати. Мы можем здесь быть в Доме Божьем, но и каждый из нас может быть участником этого служения. Это мы можем сделать в нашем материальном сборе для нужд церкви, для Господа. Мы встанем, помолимся. Господь милосердный, благодарим Тебя и славим, поклоняемся Тебе за ту победу, которую Ты совершил на Голгофе, за каждого из нас пострадал. Умер и воскрес, чтобы мы жили и жили вечной жизнью. Благослови, Господи, каждого пришедшего в Дом Твой, который сегодня будет принимать эту святыню. Очисти, освети народ Твой. Приготовь нас, чтобы мы могли не только быть участниками, но и встретить Тебя. Благослови это материальное служение, которое нам предстоит. Дай, чтобы мы могли жертвовать для Тебя, чтобы Слово Евангелия, оно могло распространиться по всей земле одним во свидетельство и многим во спасение. Благослови нас, Господи, понимать эту великую ответственность пред Тобою. Мы также просим Тебя, у нас сегодня продолжается неделя молитвы за наших родственников, за молодежь, за детей. Благослови, Господи, в этом новом году дай, чтобы они пришли к Тебе, кто еще не знает Тебя. Господи, коснись их и спаси. Благослови нас, просим Тебя во имя Твое, Отец и Дух Святой. Аминь. Благослови нас, просим Тебя во имя Тебя. Благослови нас, просим Тебя во имя Тебя. Песня. 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 Дорогие мои братья и сестры, вас всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие и немножко будем размышлять над ним. Я хотел бы прочитать место Священного Писания, которое записано в 1 Царстве, 7 глава, 12 стиха. «И взял Самуил один камень и поставил его между массивою и между сеном, и назвал его Авин-Езер, сказал, до сего места помог нам Господь». Слава Богу, братья и сестры, что до сего места помог нам Господь. И мы перешли из старого в Новый год. Хотелось бы оглянуться назад и вспомнить, сколько милости Господь проявлял к нам в прошлом году. Милости Господни, вспоминай, считай, все их в сердце своем повторяй. Милости. И если мы читаем с вами о милости, братья и сестры, в Святой книге, то сколько Бог проявлял милость к народу израильскому. Миловал и миловал. И Господь говорит, я люблю миловать и хочу милости. И когда мы читаем с вами псалмопевца Давида, он в 102-м псалме говорит, благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Не забывай. Он говорит дальше, он прощает, то есть он простил нам все беззакония, исцелил все недуги наши, братья и сестры. И это милость. И когда мы читаем 62-й псалом, где Давид говорит так, что милость твоя лучше, нежели жизнь. Вот какова милость Господа. Он избавил нас от могилы жизни. Венчает нас милостью, и опять он говорит щедротами, избавил нас от вечной гибели. Для этого Христос, Господь послал Христа в этот мир, чтобы примирить посредством Сына Своего нас. И это милость великая Бога к нам. Он этим избавил нас от ада, от смерти. И опять же сказано, что это милость Божия. Как было тогда к народу, так сейчас и к нам, к церкви. Насыщает благами желания наши. Обновляется подобно юность наша. Господь творит и правду, и суд всем обиженным. Он показал пути Своим Моисею, сынам Израилем, дела Свои, щедр и милостив Господь. Опять о милости. Долготерпелив и много милостив. Давайте вспомним, сколько милости в прошлом году проявлял к нам. Сколько мы были непослушны. Сколько мы согрешали. А Бог продолжал миловать и миловать нас. И милость Его перевела в Новый год. И по милости Господней мы не исчезли с вами. И дальше Он говорит, щедр. И милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается. И не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа, боящимся Его. Начало мудрости, братья и сестры, сказано, страх Господен. Давид всегда ходил с святым пред Господом. И он боялся нарушить волю Божью. И поэтому он говорил, я живу по милости Твоей. И мы живем по милости Господа. Когда Давид согрешал, помните, мы читаем с вами, братья и сестры, в 50-м псалме, как он переживал, как он томился. Господь должен был наказать, но он говорит, лучше впасть в руки Господа, потому что он знал, какова милость Господа. И когда он терял радость, он молился и говорил, Господи, возврати мне радость спасения Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Да, дорогие братья и сестры, когда мы согрешаем, у нас на лице уныние, почему? Потому что, когда грех, там не может жить Святой Дух. Так и Давид, по милости, не отними от меня Духа Святого. И Господь говорил, что Давид был по сердцу Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Исаия говорит в 54 главе 10 стихе. «Горы сдвинутся, холмы поколеблется, а милость моя, говорит Господь, не отступит от Тебя, не отступит от нас, братья и сестры. Господь сказал, Господь не берет слово свое назад. От милости будет продолжаться до восхищения Церкви, если мы будем правильно ходить пред Господом. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь». Сегодня милость Господа к нам, то, что мы сегодня в этом году будем участвовать в Вечере Господней. Это тоже милость, братья и сестры. Что Он удостоил нас еще раз, не знаем завтра, через месяц будем ли мы жить, но Он удостоил нас прикоснуться к Его страданиям, к Ему ловимому телу через этот хлеб. В 62-м псалеме Он говорит, «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Поэтому, дорогие мои братья и сестры, будем уповать на милость. Что бы мы ни сделали в жизни своей, Господи, помилуй нас по великой милости Твоей. Экклезиаст говорит в 9-й главе 8-м стихе, «В этом году да будут во всякое время одежды наши светлы, и да не оскудеет елей на голове нашей». Он говорит, чтобы не наши одежды были светлыми, не вот эти одежды, братья и сестры, а одежды внутреннего нашего человека. Вы помните, в Откровении в 7-й главе написано, «И взглянул я, говорит, и увидел великое множество людей в белых одеждах». И спрашивает он, «Кто это? Кто это? Откуда они?» И голос отвечает, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они убелили одежды своей кровью Агнца». То есть, кровью Иисуса Христа. Наши одежды, наш внутренний человек освящен кровью Иисуса Христа в день нашего покаяния. Когда мы пришли к Господу, Он осветил нас, омыл, очистил, Он нас примирил и сделал наши одежды чистые. И пусть в этом году Господь позволит нам так жить, чтобы не запачкать эти одежды, братья и сестры. Потому что в этой чистоте мы должны оторваться от этой земли навстречу Господа Иисуса Христа. И огонь, уже левитом говорит, и огонь в 6 главе 13 стихе, огонь непрестанно пусть горит на жертвенники и не угасает. Жертвенник любви нашей. что в этот огонь любви к Богу, любви к церкви не угас, братья и сестры. Так Он и говорит, огонь непрестанно пусть горит в наших сердцах на жертвенники нашего внутреннего человека к Богу. Сегодня мы с вами должны быть благодарны Богу за все милости. Сегодня мы будем вспоминать Голговские страдания. И апостол Павел послание к евреям в 12 главе 3 стихом говорит так «Помыслите о протерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами, чтобы не ослабеть нашим внутренним человеком который жаждет силы подкрепления. И когда мы приходим в дом молитвы особенно один раз в месяц я бы хотел сказать чтобы мы каждый день взирали на Голгофу мысленно шли к Евсиманию где Христос страдал за наши грехи за Моги и каждого. Он там совершил величайшую победу в парении с дьяволом. Сказано, что пот его был как капли крови падающую на землю. Это была такая молитва усиленная молитва чтобы нам даровать даровать вот это спасение. Будем мыслить об этом как дорого мы достались братья и сестры. И пусть те слова которые сказал Давид не забывай душа внутренне не забывай всех благодеяний которые сделал для тебя и для меня Христос. Оттуда с этой горы взяли Христа и привели Понтию Пилату. Там он выдержал второй удар там били его заушали возложили на него терновый венец били его полонитом и сказано что настолько он был обезображен пророк об этом говорит лик его был прекрасен но был обезображен человеческими грехами и ударами это был наш спаситель Христос страдавший за меня и за каждого и здесь присутствующего и третье помыслите о Голгофе где Христос сказал такие слова совершилось что совершилось братья и сестры на Голгофе совершилось спасение мое и каждого присутствующего здесь дорогая душа взгляни на Голгофу мы хотим в рай неправда братья и сестры но в рай мы идем только через Голгофу другого пути нет некоторые думают как-нибудь как-нибудь знаете через забор как написано что как-нибудь только вор и разбойник может перелезть рай только прямой путь Голгофа поэтому там совершилось мое и твое брат и сестра дорогая спасение вечной жизни когда мы с вами покаялись помните мы почувствовали прощение грехов мы имели радость мир и покой в сердце нашем зная что нам прощено но мы продолжаем с вами вот этот путь не забываем не будем забывать братья и сестры что иногда мы согрешаем и что нам вновь и вновь нужно прийти под эту струю крови не будем забывать братья и сестры что только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха и если мы ходим во свете подобно как Он во свете и имеем вот это дорогое общение друг с другом кровь Иисуса Христа очищает не только в этом общение но если мы ходим братья и сестры так написано иногда мы говорим что мы имеем общение и кровь Иисуса Христа очищает нет надо ходить приходить в дом молитвы и тогда она очищает от всякого греха поэтому будет нашими братьями зачитано первое послание Коринфянам 11 глав 23 стих где сказано да испытывает каждый из нас сегодня и чтобы с чистыми руками с чистым сердцем мы могли прикоснуться к хлебу и глотку вина да испытывает же себя человеки таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей или как написано кто не размышляет и кто участвует недостойно тот виновен не против брата и сестры а против собственного себя поэтому мы сейчас будем молиться и скажем Господу благодарим тебя за прошедший год за милости и благодеяние и что ты перевел нас в новый год и помоги теперь ходить святую жизнью и еще хочу братья и сестры я уже говорил в пятницу пожелание моего сердца чтобы каждый взял на вооружение 90-й псалом если мы хотим иметь благословение в этом году псалмопевец Давид говорит благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний его аминь помолимся братья и сестры мы сердечно благодарны тебе за все милости и благодеяния которые ты проявил ко всему человечеству и к нам бывшим грешникам но все мы стоим сегодня оправданы сыном твоим иисусом христом которого ты послал в этот мир чтобы нас искупить чтобы нас примирить чтобы Господи дать нам жизнь вечную слава тебе отче а тебе христос особая благодарность за страдания за пролитую святую кровь за смерть и воскресенье и мы желаем сегодня и в этом году участвовать в этих страданиях приобщиться к телу твоему и крови твоей освети народ твой Господи и что было неугодно в очах твоих прости нам покройся любовью и да будет и в этом твое имя прославлено и благословено Бог наш Отец Сын и Дух Святой Аминь участвующие в вечере Господней это Кружков Игорь Григорьевич Лиховодов Константин Леонидович Яковенко Борис Васильевич Шавриков Владимир Ильич Марьячкин Тимофей Прокофович Гайко Бронислав Эрекович Чернов Павел Вячеславович Тютюма Анатолий Семенович Воронин Николай Асафович Синчук Василь Михайлович Аватюк Иван Гаврилович Вавилин Николай Павлович Шестаковский Иван Владимирович Также и Броницкий Василь Абрамович Синчук Михаил Афрумич Колпаков Николай Андреевич Галуза Сергей Николаевич И в это время мы будем петь общий или хор будет петь Грис Иван Грис Иван Грис Броницкий Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Субтитры подогнали Симон. 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 Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Помолимся о чаши. Субтитры подогнали Симон. 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 которое будет мое служение, Господь, на том пути, куда я пойду, Господь. Благослови эту церковь, благослови тех служителей, которые здесь. Слава тебе за все, Господь. Аминь. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Благословение, Виталик, тебе большое благодарность за твое служение, за участие. Жалко, что он уезжает. Есть еще некоторые объявления, братья и сестры, потом у нас будет общая молитва. Мы как-то объявляли за порядок здесь в церкви, говорили о том, чтобы дети не кушали конфеты, соки не пили. Получили обратный ответ от родителей. Родители пишут теперь и просят, чтобы бабушки и дедушки не угощали деток на собрании. Родители перестали приносить, бабушки с дедушками продолжают угощать. И родителям очень сложно удержать потом детей. Если кто-то хочет угостить детей после собрания, пожалуйста, братья и сестры, мы в ренте. Да даже если бы не ренте, все равно это имущество, которое служит нам, и мы просим, чтобы мы могли беречь это. Хорошо? Спасибо большое за подсказки такие. Пусть Господь нас благословит. Служения на этой неделе. Каникулы закончились для детей, дети опять идут в школу. И некоторые служения, которые были у нас тоже на этих праздниках, их не было. Возвращается все в обычное нормальное русло. Поэтому в понедельник будет разбор, во вторник спевка первого хора, в среду спевка второго хора, в среду утром в 11 часов молитвенное служение, в четверг спевка третьего хора и малые группы в молодежи, разбор Слова Божия, в пятницу в 5 утра молодежь тоже в связи с Рождеством и Новым Годом не были молитвы. В 5 утра молитва в пятницу. И в следующее воскресенье, братья и сестры, послушайте очень внимательно. В связи с погодой у нас не было избрания или членского собрания по избранию ответственного служителя в нашей церкви, в следующее воскресенье, послушайте все очень внимательно, утром у нас будет членское собрание, но не здесь, а у нас на 76-й. Так решили, что, в общем-то, мы поместимся, члены церкви, даже если 500 человек, 600 человек, мы помещаемся в том здании. Поэтому на нашей, на 76-й, там будет утром в 10 утра членское собрание. Это не будет служение, а потом членское, будет полностью членское собрание. Поэтому, пожалуйста, мы очень просим, чтобы все могли прийти, чтобы все члены церкви могли быть на этом служении. Хорошо? Почему так решили? Потому что за служение здесь мы платим 900 долларов, решили, что мы членами, мы помещаемся в нашем здании, поэтому не стоит, наверное, платить эти 900 долларов из-за членского собрания. Мы помещаемся в нашем зале. Поэтому, пожалуйста, те молодежь, кто не члены церкви, пожалуйста, вы можете посетить какие-то другие служения утром. Вот такое объявление. Наверное, из объявлений все. У нас есть благодарности и нужды. Сергей и Инесса, белые, просят церковь поблагодарить. У них вчера родился сын, назвали Марком. Рождение произошло благополучно. Слава Богу, они благодарны Богу. И вчера Сергей мне звонил, просил, чтобы церковь, и мы вместе помолились. Семья Панченко, родители, благодарят Господа за то, что в Вове, Вову Господь хранил 20 лет, ему сегодня день рождения. Мы тоже поздравляем его и просят, чтобы Господь послал свою милость и свою благодать. У нас есть нужды. Гришкевич Сава просит, чтобы еще молились, и ему уже лучше, но просит церковь, чтобы продолжали молиться. Иван Яковлевич посещал, был там в этой семье. Мы вчера, Константин Леонидович, Иван Яковлевич и я, мы были вчера, посещали Сергея, найдена в больнице. Вы знаете, что у него инсульт был, и ему 27 лет, по-моему, да, 27 лет. Молодой и очень молодая семья. Мы были в больнице вчера, ему легче уже. Он уже немножко говорит, и видит, понимает все. Господь посылает свое облегчение и просит церковь, чтобы мы продолжали молиться, братья и сестры. Он очень нужен семье. И очень молодой, и поэтому огромная просьба, братья и сестры, чтобы вы молились в семьях, и мы будем тоже молиться. Еще одна просьба, Ярин Николаевич в песте, в больнице, тоже просьба, чтобы молиться. Просьба, чтобы помолиться за Василия Черного, он тоже болен. Родители просят за Ярика, он заболел, чтобы помолиться. Родители просят о покаянии детей, о покаянии сыновей. Еще одна записка. Начался семинар, и сестра просит, чтобы Господь благословил, семестр начался. И сестра просит о том, чтобы Господь благословил и экзамены, которые нужно будет сдавать. И еще сестра просит об исцелении физическом и укреплении духовном для своих детей. Вот такие нужды и благодарности. Давайте мы принесем это Господу, представим перед Богом. Иван Яковлевич говорит, что кто желает быть членами нашей Церкви, пожалуйста, подойдите к Ивану Яковлевичу, он даст вам анкету заполнить, и такой у нас порядок. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно и поклоняемся Тебе за многие милости, за сегодняшнее служение, за то, что мы могли, вспоминая о Твоих страданиях, быть участниками вечери Твоей. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал за нас, за то, что Ты умер на кресте, пролил свою кровь, за прощение наших грехов, за дар жизни вечной. Благодарим и славим Тебе, слава Тебе, Господи, хвала и поклонение. Благодарим Тебя за все милости, что Ты являешь нам каждый день. Благодарим Тебя за услышанные молитвы, за то, что Ты отвечаешь на них. Благодарим Тебя за благополучное рождение, за то, что Ты хранил годы жизни, за дни рождения. Господи, мы благодарим и поклоняемся Тебе, Отец наш Небесный, мы идем к Тебе, потому что знаем, что без Тебя мы не можем ничего. Мы знаем, что Ты слышишь в нашей молитве благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.